Милосердие, чуткость и эмпатия – качества, необходимые для социального работника. Выбравшие эту профессию помогают людям, которых принято называть незащищенными слоями населения – пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Соцработник в первую очередь оказывает помощь. Помощь – это оказание услуг. Соцработник может принести продукты питания, сходить в аптеку, побеседовать на какие-то определенные темы, те, которые интересны нашим подопечным. Контроль осуществляем. Наш отдел полностью контролирует всех социальных работников. Это выходы, это телефонные звонки, это проверки своеобразные. То есть, либо мы ходим к комиссиону, кого-то проверяем, либо просто позвонили, спросили, как дела, все ли в порядке. Соцработник не только помогает физически, но и оказывает первую психологическую помощь своим подопечным. Потому особенное внимание в их профессиональной переподготовке. А проходят курсы повышения квалификации они обязательно и регулярно. Очень много психологических знаний, которые на практике применять приходится постоянно. Лариса Сергеевна в профессии уже не первый год. Подопечных у нее девять. И по ее словам, каждому нужен свой особый подход. Я уже пять лет как социальный работник осталась без работы. Пошла, оформилась на биржу труда и там предложили подработку. И я решила это принять. Попробовала. Три месяца я поработала как общественные работы, а потом решила остаться. Поняла, что могу людям принести радость, добро, тепло. Сотрудники этой сферы рассказывают, для них это скорее призвание, чем работа. Для своих подопечных зачастую соцработник и друг, и защитник, и опора. Я на улицу почти всю зиму не выходила. И вот для нас это главное общение. И мне приносят сейчас книги из библиотеки имени Синина. За это большое спасибо. Потому что у нас, какие у нас развлечения. Вот читаем, кроссворд отгадываем. Лариса Сергеевна, большое спасибо за все. Человек, она безотказный, тоже попросишь все, что надо, все сделает. Сегодня такие специалисты одни из самых востребованных в нашей стране. Всемирный день социального работника – это профессиональный праздник для более чем 600 тысяч человек, для которых помощь людям стала неотъемлемой частью их жизни. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».